Всем привет! Сегодня специальный выпуск про победу Трампа на выборах в США и подробнее, что это означает для Канады. Ночью с 5 на 6 ноября стало понятно, что Трамп победил, и он выступил перед своими сторонниками с победной речью. Я хочу всех поблагодарить, наши друзья, все наши друзья, их тысячи. Невероятное движение, движение, его еще, такого движения никогда не видела история. Посмотрите, что произошло, невероятная политическая вещь. Но это политическая победа, которую наша страна еще не знала, я хочу поблагодарить американский народ. Великолепная победа американского народа. Она даст нам возможности сделать Америку снова великой. Ну, в общем, это победная речь, и в ней были в основном эмоции, благодарности, обещания сделать снова Америку великой и все такое. Но есть один момент, на котором я бы хотел заострить ваше внимание. Есть такой американский политик, Роберт Ф. Кеннеди-младший, сын брата бывшего президента Америки Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди-старшего. Сейчас младший Роберт в команде Трампа, и ему будет назначен какой-то пост по экологии, возможно, министра, поскольку он, в общем-то, экологический активист. Так вот, где-то под конец своего выступления Трамп сказал... Люди работали изо всех сил. Фантастические личности. Роберт Ф. Кеннеди-младший. Он поможет сделать Америку снова здоровой. Потрясающий человек. Я говорю это серьезно. Бобби, нефть оставь за мной. У нас столько жидкого золота под ногами. Больше, чем в Саудовской Аравии. Больше, чем в России. Бобби, не думай касаться моего жидкого золота. Все остальное, пожалуйста. Занимайся чем хочешь. Мы заплатим наши долги. Мы снизим налоги. Мы можем сделать то, что другие просто не в состоянии сделать. Ну, то есть, как видите, Трамп будет развивать нефтегазовую отрасль. Просит своего главного эколога не трогать нефть. А у нас что? Либералы в понедельник объявили о программе по снижению эмиссии нефтегазовой отрасли к 2032 году на 35% ниже уровня 2019 года. На пресс-конференции в тот же день премьер Альберта Даниэла Смит заявила, что это потребует от ее провинции сократить добычу нефти на 1 миллион баррелей в день к 2030 году, что приведет Альберту и нашу страну к экономическому и социальному упадку. Но вот если Канада будет вынуждена сократить добычу нефти, то кто-то же заполнит ее место на рынке. Вы знаете, я даже знаю кто. Вспомните, что сказал Трамп. Кроме того, лоббистские группы утверждают, что это приведет к сокращению инвестиций в нефтегазовую отрасль и потерю тысяч рабочих мест. Консерваторы же заявили в своем заявлении, что ограничение выбросов уничтожит канадские рабочие места, повысит стоимость энергии и отправит миллиарды долларов диктаторам за границу. Ну то есть и вновь продолжается бой. И похоже у нас назревает очередной конфликт. Я сообщу о развитии событий в конце недели. Но вернемся к Трампу. По горячим следам Путин Трампа не поздравил, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что не знает, собирается ли Путин поздравлять Трампа. Что касается поздравления, мне неизвестно о планах президента поздравить Трампа, сказал Песков журналистам. И добавил, все-таки давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая прямо или косвенно вовлечена в войну против нашего государства. Однако позже появились сообщения, что Путин все-таки поздравил Трампа как-то неофициально через знакомых. Поздравил Трампа Лукашенко, в частности, сказав, желаю вам крепкого здоровья, метких политических решений, которые сделает Америку снова великой. Поздравил Трампа и Зеленский, в частности, он сказал. Бажаю здоровья, шановні українці, украинки. Сьогодні дійсно особливий день. І в усьому світі одна новина привертає всю увагу. Абсолютно переконливий результат виборів в Америці. Чітке лідерство президента Трампа. Я вітаю із цією перемогою. Взагалі для нас в Україні, в усій Європі надзвичайно важливо було увесь час чути слова тоді ще 45-го президента США про мир завдяки силі. Peace through strength. І коли це буде принципом політики 47-го президента США, Америка і увесь світ від цього точно виграють. Недаремно так часто тепер згадують Рональда Рейгена. Люди хочуть впевненості, хочуть свободи, нормального життя. І для нас це життя без російської агресії. І з сильною Америкою, з сильною Україною, з сильними союзниками. Ми в цьому уроці говорили вже з президентом Трампом і телефоном в липні, і особисто на зустрічі у вересні. Це були хороші розмови. Поздравління поступили від многих других мирових літерів, однака вернемся до Канаді. Поздравління Трампа і Трюдо. А зараз давайте посмотрим, що избрання Трампа означає для Канады. Аналитики обсуждають три момента. Первое. Трамп обещав ввести минимальний тариф і 10% на весь імпорт в США, в тому числе на канадську продукцію. Второе. Трамп обещав массовую депортацию миллионов людей, нелегально в'їхавших в США. Страх депортации може привести к всплеску числа перебежчиків з Америки в Канаду, щоб просити убежище в Канаді. Ну і НАТО. Канада должна буде платити 2% от своєго ВВП НАТО. Кстати, в прошлом ролике у мене ошибка. Сори, гайз. Канада не платит 2% бюджет надо, а только еще должна платить. Я подробнее расскажу об этом в воскресном выпуске. Ну, как, впрочем, и о первых двух пунктах. Сейчас же только скажу, что по всем этим вопросам надо будет как-то договариваться с Америкой. И вот какой пример лучший для Канады при Трампе? Пьерр или Трюдо? Начну с того, что версия о том, что Трюдо уйдет, если победит Трамп, оказалась неверной. Трюдо, поздравляя Трампа в своем твиттере, сказал «Поздравляем Дональда Трампа с избранием президентом Соединенных Штатов. Дружба между Канадой и США – предмет зависти всего мира. Я знаю, что президент Трамп и я будем работать вместе, чтобы создать больше возможностей процветания и безопасности для обеих наших стран». Ну, то есть никуда не уйдет он из-за Трампа. «Все, у меня такое чувство, что с Трюдо никакая версия не работает, кроме той, что он будет цепляться за власть до конца. Еще хуже, кстати, была версия, что если побеждает Камала, то Трюдо уйдет. Ну, рассуждения тут были такие. Он, мало, увидел бы, что идея смены лидера партии за несколько месяцев до выборов работает. И во имя спасения партии он мог это сделать. Это говорили какие-то канадские блогеры. «Послушайте, ну, люди вообще не имели дела, видимо, с авторитарными лидерами. Ну, а мы-то знаем, о чем речь идет. Посмотрите на Путина, посмотрите на Лукашенко, посмотрите на других каких-то авторитарных лидеров на постсоветском пространстве, в той же Средней Азии, например. У них одна цель – власть. И плевать им на все остальное. Послушайте, партия какая-то. О чем это? Эти канадские блогеры не сталкивались с такими людьми, видимо, вообще. Нет, и эта версия не работает. Теперь о том, какой пример все-таки лучше для Канады, когда речь идет о Трампе. Ну, о том, что межличностные отношения Трампа с Трюдо под большими сомнениями и вопросами, я уже рассказал в прошлом ролике 187, ссылка в описании. А вот что сказал Пьер. Пьер. Трюдо ответил не в попад по своему обычаю, что-то про индусскую общину, но, в общем, как всегда, вообще не о том. От себя добавлю про то, что сказал Пьер. Это при Трюдо Байден буквально в августе этого года поднял тариф на мягкую канадскую древесину с 8% до 14,5%, то есть почти в два раза. Я уже не говорю про то, что Байден отменил выгодный для обеих стран трубопровод Keystone XL в свой первый же день в офисе из своих зеленых соображений. И Трюдо ничего не сделал по этому поводу. Воевал с Америкой тогда, в 21-м году, только премьер Альберта Джейсон Кенни. А Трюдо вообще ничего не сделал. Вот такие вот у нас либералы-переговорщики. А что Пьер? Лично сам он с Трампом пока не встречался, по крайней мере, Гугл об этом ничего не знает. Однако взгляды у них по многим вопросам совпадают. Кроме того, у Пьера есть один интересный игрок в команде. Это МП от консерваторов Джамил Дживани. Оказывается, они с Джиди Венсом жили в одной комнате в Ельском университете, были ромейтами и стали лучшими друзьями. Джамил Дживани даже как-то сказал, мы стали такими хорошими друзьями, что я даже читал Библию на его свадьбе. Вот это очень интересно. Джиди Венс, несомненно, имеет влияние на Трампа. И такое знакомство могло бы сильно помочь команде переговорщиков с Америкой. Очень сильный козырь в рукаве его Пьера, мне кажется. А что думают канадцы? Согласно опросу Angus Raid Institute, Трюдо не рассматривается как лучший вариант для работы с Трампом. Двое из пяти, 38%, говорят, что Польев был бы лучшим. По сравнению с одной четвертью, 23% за Трюдо. Я думаю, что, безусловно, лучше будет Пьер. И это даже безотносительно Трампа. Но особенно с учетом Трампа. Ну а вы что думаете, напишите. Как всегда, подробности в конце недели. Подписывайтесь, шерьте, ставьте лайки, комментируйте. А на сегодня все. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok